На протяжении последнего года офис Ленинского отделения партии «Единая Россия» время от времени напоминает склад, но партийцы не ропщут. Мало того, сами же и инициируют сбор гуманитарной помощи. С начала специальной военной операции ее было собрано около 30 тонн. И вот новый конвой. В сборе гуманитарной помощи приняли участие образовательные учреждения Ленинского городского округа. Это школы, это школьные образовательные учреждения, предприниматели. И, как всегда, наши неравнодушные жители, которым я хочу всем выразить огромные слова благодарности. И в этот раз груз сформирован на основании просьб военнослужащих 42-й мотострелковой дивизии, над которой взял шефство Ленинский округ. Здесь теплые одежды, медикаменты, окопные свечи, средства личной гигиены, продукты питания и множество других вещей, которые пригодятся в ходе боевых действий. Есть и особо ценный груз. Письма благодарности, теплые поддержки, слова, которые детишки писали. Спасибо вам, солдаты, за наше мирное небо. Это мы все загрузили, все взяли, лично в руки передадим. Так что победа будет за нами, своих не бросаем. В очередной путь, чтобы доставить посылки военнослужащим, отправляется исполняющий обязанности руководителя общественной организации «Боевое братство» Владимир Писаченко. На этот раз ему предстоит доставить более пяти тонн груза. А здесь, в тылу, работа будет продолжена. Мы не будем останавливаться на этом. И мы объявляем опять очередной сбор гуманитарной помощи. Призываем всех неравнодушных принять в нем участие. Только вместе мы сможем победить. Сбор гуманитарного груза также будет осуществляться на базе офиса местного отделения партии «Единая Россия». Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.